Очередной учебный год в Народном университете города Сочи позади. Сегодня его руководители, лекторы и слушатели подвели итоги этой сложной, но такой важной работы. Поменять отношения и молодежи, и людей средних лет, и самих представителей старшего поколения к этому периоду жизни. Миссия Народного университета заключается в том, чтобы вовлекать людей старшего поколения, ну, как правило, это возраст от 55 до 70-75 лет. В активные социальные проекты, а сочницы старшего поколения очень часто люди с большим жизненным опытом, с хорошей производственной практикой, очень часто с опытом руководящей работы. И, конечно же, именно эти люди – это золотой фонд курорта. Одна из главных задач Народного университета – повышение качества жизни людей старшего поколения. В ходе занятий, которые университет, кстати, проводит абсолютно бесплатно, служители получают новые знания и делятся своим уникальным жизненным опытом. У нас сегодня работают компьютерные курсы, у нас сегодня преподают английский язык и много факультетов. Это факультет здоровья, психологии, краеведения, правовой факультет, ну и так далее. Очень довольны слушатели. С каждым днем их становится все больше и больше. А значит, в городе становится все больше представителей старшего поколения, активных участников общественной жизни. Кстати, опыт Сочинского Народного университета изучают уже в более чем 40 регионах России. Все дело в том, что Сочи, а конкретно Санаторий знания, уже два года подряд принимает Всероссийский слет народных университетов. Ну а новый учебный год начнется уже в сентябре. Кстати, планируется открытие новых факультетов – танцевального, здоровительного и прикладных искусств. Народный университет ждет новых слушателей, а самые активные по итогам года сегодня получили благодарственные письма.